Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для нас очень важно, когда эти книги носят вот такой вот характер краеведческой истории нашего края, каких-то учреждений, которые несли заметный вклад в историю нашего края. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я приглашаю заведующего научно-технической библиотекой университета Андрея Владимировича Шпака к нам сюда выйти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще? Ну, формальности должны быть соблюдены. Так, формальности соблюдены. Огромное спасибо. Хорошего мероприятия. Так. Так. Спасибо. Книга-герой сегодняшней презентации. Спасибо. 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 ,… Спасибо. Здесь показана карта, зеленым цветом отмечены те районы, которые к 1932 году были в топографическом отношении изучены, то есть на эти территории существовали качественные картографические материалы. Как видно, это пограничные территории и в основном европейская часть России. В какой-то степени это связано с тем, что долгое время именно военное ведомство занималось картографированием и в их интересах, естественно, были приграничные территории. Ну и с какими словами ассоциируются у нас 30-е годы? Это коллективизация и индустриализация. То есть нужно было поднимать экономику страны. Как говорил товарищ Сталин, мы отстали от передовых держав на 50-100 лет. Либо мы за 10 лет пройдем это расстояние, либо нас сомнут. И он как в воду глядел, что ровно через 10 лет началась Великая Отечественная война. Ну и немного из школьного курса. Все мы помним школьные задачки, когда нужно было по каким-то известным данным решить треугольник, то есть найти все его углы и стороны. Ну если мы забыли формулу, в конце концов мы можем взять транспортир и измерить. С этим все понятно. Но как это сделать на местности? Геодезисты измеряют такие же треугольники только на природных ландшафтах. Но стороны в этих треугольниках составляют 20-30 километров. Очевидно, чтобы на такое расстояние что-то увидеть, необходимы специальные приборы. Здесь показан триангуляционный теодолит ТТ 2х6, масса которого в упаковочных ящиках 44 килограмма. То есть представляете себе, какой труд совершали геодезисты 20 века, которые в отдаленных районах, не имея подходящего транспорта, с такими вот теодолитами передвигались по тайге. Ну и из этой картинки видно, что на 20-30 километров может быть не обеспечена прямая видимость из-за рельефа. Поэтому геодезисты строят такие вот сигналы, либо знаки. Я думаю, многие видели где-то на даче подобные сооружения. Соответственно, данный теодолит нужно было поднять на самый верх и оттуда уже вести наблюдение в разные стороны. И все это построение называется триангуляцией. То есть цепочка треугольников на местности, примыкающих друг к другу, в которых измеряются все углы и некоторые из сторон. И вот слева показан такой полигон первого класса со сторонами 200 на 200 километров. В пересечении линии этого полигона также выполнялись еще и астрономические наблюдения. То есть определялись широта и долгота и астрономический азимут по звездам. Ну и вот пример. К 1944 году как была выполнена триангуляция первого класса. Как и на более ранней картинке, мы видим, что европейская часть плотно покрыта триангуляцией. И наша Сибирь, наше белое пятно вот это, да, только тонкой линией триангуляция дотянулась до Охотского моря, до Тихого океана. И это все пространство предстояло покрыть новыми триангуляциями и, соответственно, с картами дальнейшим геодезистам 20 века. И теперь переходим, собственно, к содержанию книги. Первые наши герои, которые прокладывали как раз ряды триангуляции, непосредственно наблюдали, были помощниками наблюдателей, это наши выпускники, астрономы-геодезисты Павлов Владимир Григорьевич, выпуска 1941 года, и Гашкова, впоследствии Павлова Елены Петровны, выпуска 1942 года. Павлов, он проработал в Новосибирском аэрогенетическом предприятии более 40 лет и был награжден одним из первых значком-отличником геодезии картографии. И хотелось бы рассказать о воспоминаниях Павловой, которые каким-то чудом сохранились в виде рукописи и вошли в сборник. Она вспоминает, какими спортивными мероприятиями занимались студенты того времени. В это трудно поверить, но она пишет не просто про студентов, она пишет лично про себя, что она занималась лыжным спортом и в году 40-41 она стала чемпионкой города по лыжам. Она сдала нормы ГТО первой и второй ступени, получила значок «Ворошиловский стрелок», при том они стреляли не из спортивного оружия, а из пулемета «Максим» и из боевой винтовки. Затем она училась в кавалерийской школе и участвовала в параде в Первомайском на конях. Многие занимались из ее одногруппников в аэроклубе. Она бы тоже занималась, но здоровье не позволило пройти медкомиссию. И что самое удивительное для девушки, она училась водить автомобиль, такую полуторку, и не успела получить права, потому что началась Советско-финская война и обучение было закончено. Сегодня в зале у нас присутствует внучка Павловой. Не вижу ее. Анастасия, да. Мы бы хотели вручить небольшой сувенир походу. Спасибо. Целая, да, династия. Я продолжаю. Воспоминания Павлова. То, что не вошло на первый слайд, они еще и были альпинистами. То есть был организован поход на восхождение на вершину Ак-Тру, на Алтае. И участники этого похода получили значок «Альпинист СССР». То есть вот такие спортивные студенты были в Негаике в 30-е и 40-е годы. Идем дальше. Воспоминания Якимовой и Денисенко Нины Степановны. Значит, у нее интересные даты обучения в институте – 41-47 год. Но это не значит, что она училась 6 лет. Она поступила в 41-м году и началась война. И всех студентов 1-го и 2-го курса Негаик отправили работать на заводы. И она собирала оптические прицелы для танка Т-34 на Новосибирском оптическом заводе. И помещение. К 41-му году Негаик на улице Дусик-Ковальчук получил свои новые здания, почти построил. И началась война, эти здания были переданы заводу 617. И больше Негаик эти здания так и не увидел. И только в 60-х годах перешел в тот комплекс помещений, которыми мы сегодня обладаем. Вот в этих зданиях располагался Негаик в годы войны и в послевоенное время. То есть здание на улице Крылова – это здание Дусааф, ныне напротив центрального рынка. И здание на улице Потанинская. Оно также сейчас находится там же. В годы войны коллектив института собрал 26 тысяч на строительство танка «Геодезист». И была получена поздравительная телеграмма с благодарностью от Верховного главнокомандующего товарища Сталина. Здесь представлены фрагменты этой телеграммы. Мой братский привет и благодарность Красной Армии. И переходим к следующему нашему герою. Петр Александрович Карев. Это легендарный геодезист. Он работал в новосибирском аэрогеодезическом предприятии и выполнял базисные измерения. То есть в этих треугольниках он с помощью инварных проволок измерял длины сторон. Он по всей Сибири ездил, выполнял эти измерения. И некоторое время работал в Нижней Амургской экспедиции, которую руководил Григорий Анисимович Федосеев, известный писатель-геодезист. И Федосеев в своем романе «Смерть меня подождет» вывел Карева, как и многих других героев, под своей фамилией. Поэтому, когда вы попозже взглянете на нашу выставку, то на странице 450 вы найдете упоминания Петра Александровича. Что хотелось бы еще про него сказать? Почему он легендарный? Значит, он окончил Нигаек в 1948 году и поступил на работу в Новосибирское АГП. Проработал там до 1961 года и перешел на преподавательскую работу, как опытный производственник в наш институт. Он быстро освоился, стал проректором по учебной работе, но потом его перевели начальником Новосибирского аэрогенетического предприятия в 1973 году, которым он руководил 7 лет. После этого он снова вернулся в родной институт и работал на должности профессора с 1991 года. Его воспоминания посвящены прохождению учебной практики в 1947 году. Петр Александрович, он заслуженный работник геодезии и картографии, и сегодня у него день рождения, 96 лет. Я предлагаю похлопать, поаплодировать ему, пожелать ему здоровья крепкого и энергии. Это наш уважаемый ветеран нашего института и предприятия. Петр Александрович, с днем рождения. Также в сборнике есть воспоминания о профессорах Конусовых. Галина Ивановна Конусова училась на картографическом факультете, закончила институт в 1950 году, а Виктор Геннадьевич закончил институт также в 1950 году, но он астроном и геодезист. Он фронтовик. И когда встал вопрос о том, чтобы отправить их в аспирантуру, то ее в аспирантуру без проблем направили в Москву, в Мегаик. А когда решался вопрос о нем, то встал один из сотрудников и сказал, сын врага народа, хоть он сталинский стипендиат, хоть он фронтовик, не может быть отправлен в Москву. И поэтому ему не дали учиться в аспирантуре сразу, и он был направлен на Новосибирское аэрогеодезическое предприятие полевиком. Между прочим, он вместе с Каревом работал вместе. Но это не значит, что он не стал ученым. Он закончил институт, защитил докторскую, заведовал нашей кафедрой инженерной геодезии 20 лет. Вообще, выпуск астронома и геодезистов 1950 года это достаточно знаковый выпуск, потому что многие выпускники впоследствии стали преподавателями нашего института. Это Меркушев, Конусов, Зинзинов. Они все стали доцентами Нигаек. А Бажанов это сын нашего проректора и декана 30-х годов, Бажанова Николая Григорьевича, потомственный геодезист. В чем еще особенность этого выпуска? Практически все перечисленные, это участники войны. То есть они в 1945 году вернулись домой, сразу поступили в институт, и через 5 лет стали специалистами в нашей отрасли. И это очень дружный выпуск. Они до последних дней общались друг с другом, собирались. И вот видно, уже в 70-80-е годы сделана фотография. Все это наши люди. Следующий герой нашего повествования это Василий Николаевич Былых. Он удивительный человек, он прошел на производстве путь от рядового инженера до главного инженера предприятия. Притом он был главным инженером нескольких предприятий. И Иркутского, и Новосибирского, и Ашхабадского. Но он такой очень категоричный характер, такой принципиальный товарищ. Здесь видно, что начинал он с полей. То есть зимой он проходил производственную практику в институте, потом на коне через тайгу придирался. Он по специальности аэрофотогеодезист. Мне лично приходилось с ним общаться. И он лауреат премии имени Красовского. Это почетная премия среди геодезистов. И из нашего института буквально единицы, кто достоился этой высокой награды. Следующий выпуск аэрофотогеодезистов 1955 года. Чем он отличен? Тем, что учебную практику они проходили на Берском полигоне. Одни из последних. Потому что потом было создано водохранилище. И вся эта территория была затоплена. И в 1957 году Нигайко организовал свой новый учебный полигон. На Издревой. Современный полигон. И видно там на правой фотографии человек в куражке. Он работал радистом в порту на Украине. Поэтому такую форму продолжил носить, будучи студентом. И впоследствии стал главным инженером Новосибирского аэрофотического предприятия. Товарищ Лазаренко. Следующая фотография также из их летной практики, которая проходила неподалеку от Бийска. Если студенты до них проходили летную практику на Украине. Представляете себе, это студент Нигайко отправится на Украину, чтобы пройти летную практику. То они уже самые первые, кто проходил практику в Сибири, на Бийском полигоне. Ну и на этой фотографии присутствует Сергей Иванович Родионов, будущий ректор нашего института. С 70-го по 86-й год. Ну, как видите, на разных самолетах они летали. Непосредственно студенты, конечно, за штурвалом не сидели. Они занимались аэрофотосъемкой. То есть устанавливали оборудование и руководили, куда лететь, чтобы строго заданный маршрут соблюдался. Двигаемся дальше. Известный для нашего института человек, особенно кто учился на инженерной геодезии, должны помнить Бориса Николаевича Жукова. Как он попал в специальность? Его дядя Анатолий Иванович Жуков был геодезистом. Он окончил Новосибирское топографическое училище в 1940 году. И Жуков помогал ему по работе летом. И заинтересовался специальностью. И решил пойти по стопам своего дяди, поступил в наш институт. В то время, когда он учился, в 1955 году, на улице Потанинская случился крупный пожар. И поэтому одно из двух зданий, которым занимал институт, вышло из строя. То есть вообще было тяжелое положение. И студенты помогали восстанавливать это здание. Как раз это показано на этом фотографии. В сборнике содержится воспоминание Жукова о том, как он проходил практику после четвертого курса. Он был направлен на доделку нивелирного хода третьего класса в тайгу. В день они проходили нивелирный ход длиной 10-12 километров вдоль ручья по тайге. Через 3-4 дня их похода от тех мытарств полевой жизни у них сбежал конюх. А еще через несколько дней сбежала повариха. И вот остался один Жуков, потом руководитель бригады, молодая выпускница техникума, две практиканки техникума 16 лет и молодая рабочая. Ему пришлось выполнять и обязанности конюха, и помогать еду готовить. То есть просыпались они в 6 утра, прокладывали нивелирный ход, а в конце ему приходилось как записатору еще обрабатывать до 12 ночи полевой журнал. И вот они буквально до конца сезона в таких тяжелейших условиях выполняли свой тяжелый труд. И члены бригады сказали потом руководству предприятия, что если бы не Жуков, то работа была бы сорвана, и их команда просто погибла бы. Он получил в конце зарплату, на которую купил кожаное пальто, которое показано на этой фотографии. По тем временам это был шик. Борис Николаевич, он 14 лет выполнял геодезические работы на электростанциях Азиатской части Советского Союза, то есть вплоть до Дальнего Востока. А потом Конусов пригласил его как опытного производственника преподавать на кафедру инженерной геодезии, где он остался и преподавал 37 лет геодезию. Наш курс, на котором я учился, был самым последним, на котором еще Борис Николаевич Жуков читал лекции и преподавал. Он после того, как вышел на пенсию, написал книгу про историю нашей кафедры. Если бы он этого не сделал, у нас бы истории кафедры просто не было бы. Большой молодец. Двигаемся дальше. На этой уникальной фотографии представлены выпускники Сибирского института организации территории 1931 года. То есть наш институт Нигаек еще не был организован, а они были уже выпускниками. До организации нашего института геодезистов в Сибири готовили в Омске, потому что до появления Новониколаевска все-таки был Омск центром жизни, таким крупным центром. Там находился военно-топографический отдел корпуса военных топографов. И вот сельскохозяйственный институт готовил кадры и геодезистов. Чем интересны эти люди? В 1931 году из этого выпуска был первый директор Нигаек, тогда еще Сибирский астроном и геодезический институт, Панков Владимир Семенович. То есть, представляете, человек заканчивает институт, поступает в аспирантуру, и буквально через год-два его назначают директором вновь организуемого института. По сегодняшним меркам это что-то экстраординарное, я вам сказал. Затем с ним вместе учился Бурцев, также один из первых преподавателей саги. Когда в 1934 году институт перебирался из Омска в Новосибирск, они организовывали переезд и переехали в Новосибирск. Но, к сожалению, долго им поработать не удалось, потому что начались годы репрессий, Панков был репрессирован и в 1938 году расстрелян, а Бурцев впоследствии вышел и вернулся на работу в Сипстринг, где продолжил заведовать кафедрой математики. И также здесь еще дорогой для нашего института человек Воловацкий Борис Александрович, впоследствии доцент нашего института. И как раз у его дочери сохранилась эта замечательная фотография. То есть в нашем музее, в нашем центре истории и культуры не было этих материалов. Огромное спасибо, Татьяна Борисовна. Мы еще вернемся к описанию. Борис Александрович Головацкий. В 1930-е годы он работал в органах землеустройства, а с 1857 год он работал в Новосибирском аэрокодистическом предприятии. В какое-то время он даже занимал должность заместителя начальника предприятия по политической работе. Ну и небольшой пример из его жизни. Он, занимая высокую должность, имея на тот момент большую семью, претендовал на жилую площадь по праву. Но он отказался от этой жилой площади в пользу ветерана Великой Отечественной войны. Я думаю, это говорит само за себя, какой это был человек. В годы войны он работал начальником базисной партии, измеривал более 15 базисов в трудных условиях Крайнего Севера. Петра Александровича Карева мы сегодня упомянули. И вот на этой фотографии они вместе, Борис Александрович Головацкий и Петр Александрович Карев. Головацкий — это зачинатель династии геодезистов. Его дочь Людмила Борисовна закончила институт по специальности инженерная геодезия. А Татьяна Борисовна — она выпускница Нигаек, но она оптик-спектроскопист. Супруга Бориса Александровича — это Вера Иосифовна Головацкая. Она окончила топографическое училище в 1940 году и также работала в Нигаек в отделе кадров. Еще одна династия геодезическая — это династия Афониных. У них в семье 11 человек, которые связали свою судьбу и жизнь с геодезией, и общий трудовой стаж превышает 350 лет. Основатель династии, показан на фотографии, — это Федор Филиппович Афонин. Он также закончил топоучилище в 1940 году и участвовал во всех основных видах геодезических работ. И опять работал вместе с Каревым, фото внизу, в базисной партии. И интересный факт, что я уже упомянул троих человек, которые закончили в одном году Новосибирское топографическое училище. То есть это Анатолий Иванович Жуков, дядя нашего Жукова, Вера Иосифовна Головацкая и Федор Филиппович Афонин. То есть все они друг друга знали. Поэтому мы уже в процессе работы над сборником такие небольшие закономерности открывали. Двигаемся дальше. Сын Федора Филипповича Константин Федорович, он много лет работал на кафедре высшей геодезии и преподавал у нас эту дисциплину. А его дочь заведует редакционно-издательским отделом СГУГИТ. Она участвовала в создании этого сборника как руководитель структурного подразделения. За что им большое спасибо. Татьяна Александрова Хлебникова. Она окончила специальность аэрофотогеодезию в 1973 году и много лет работала в Новосибирском научно-исследовательском институте прикладной геодезии. И занималась самыми разнообразными видами работ. Начиная от таких интересных работ, как деформации подводных лодок, которые определялись фотограмметрическим методом, либо исследования фотокамер для съемки дна. Здесь как раз видно, как Татьяна Александровна даже побыла в роли водолаза на этой исследовательской работе. Татьяна Александровна, она заслуженный работник геодезии и картографии и сейчас трудится на кафедре инженерной геодезии нашего университета. Татьяна Александровна сегодня здесь. Мы хотим обучить вам небольшой сувенир. Легко ли быть профессором и доктором в таком вузе? И водолазом у нас есть. Это молодость. Домка подводная, и кроме нее никто и не отмерял. Ну, слайдов, как Татьяна Александровна. Все это дело, ладно. Спасибо. Фотографии, как Татьяна Александровна прыгает с парашютом, к сожалению, не нашлось, но такой факт тоже присутствует в ее биографии. Спасибо, Татьяна Александровна, за участие в работе над нашим сборником. Также еще один участник, автор воспоминаний, Владимир Абрамович Падов. Это крупный специалист в области математической обработки геодезических измерений. Он сегодня также присутствует в зале, Владимир Абрамович. Говоря про Владимира Абрамовича, я не могу не упомянуть его учителя, выдающегося геодезиста и ректора Нигаек Константина Леонтьевича Проворова. Продолжим наше повествование. Научным руководителем и Афонина, упомянутого, и Владимир Абрамовича был ректор Нигаек Константина Леонтьевича Проворова. Я думаю, что старшему поколению эта фамилия очень известна и близка по духу. И хотелось бы несколько фактов рассказать о нашем выдающемся ректоре. С 1944 по 1953 год он занимал должность главного инженерного сибирского аэрогенетического предприятия. В момент назначения за его плечами, какое бы вы думали, было образование? Всего лишь два курса землемерного обучения. То есть у него не было высшего образования. И он закончил Нигаек экстерном. В 1947 году выступил, а в 1948 году получил уже диплом с отличием. В 1954 году он защищал кандидатскую диссертацию как раз о построении споршных сетей и триангуляции. И члены высшей администрационной комиссии так высоко оценили эту работу, что сразу ему присвоили степень доктора технических наук и ученое звание профессора. То есть на тот момент в истории Нигаек это был третий такой подобный случай. С 1956 по 1970 год он был ректором нашего института. Заведовал тремя совершенно разными по духу кафедрами инженерной геодезии. Физики и радиогеодезии. Издал известное пособие по радиогеодезии. А также заведовал кафедрой вычислительной математики. Увлекался программированием для решения геодезических задач. В 1979 году было учреждено почетное звание заслуженный работник геодезии и картографии РСФСР. И в 1980 году Константин Леонтьевич удостоился этой награды. Один из первых в стране. Ну и хотелось бы небольшое лирическое отступление о нем, которое я вот недавно нашел в архиве. В 1941 году, когда он работал в аэрогенетическом предприятии, шел сбор теплых вещей для Красной Армии. На партийном собрании один из заступавших сказал, что коммунисты не должны ходить в меховых шапках и валенках. Не должно быть такого. Ну, обращался к присутствующим, в том числе Константин Леонтьевичу, спрашивает, товарищ Проваров, а как вы поучаствовали в сборе теплых вещей? На что он сказал, свою единственную теплую вещь, теплый свитер, я уже сдал, а валенок я не имею. То есть, вот такой это был человек, большой патриот своей страны. Ну и возвращаемся к основной части нашего повествования. Владимир Абрамович проходил стажировку во Франции в 1974-1975 году. Это тоже такой редкий случай, чтобы в капиталистической стране проходить стажировку. Здесь представлена фотография как раз из Парижа, полученная из цветного слайда. Ну и на фотографии видно, что Владимир Абрамович уже получил наши книжки. И мы теперь ждем продолжения про то, как он преподавал в Гвинеи. Вел геодезию на французском языке. Двигаемся дальше. Следующий герой нашего повествования Елена Геннадьевна Гиенко, доцент кафедры космической и физической геодезии с ГУГИД. Вместе с преподавателями и студентами нашего университета она участвовала в астроархеологических экспедициях в Хакасии, где они выполняли работы на сундуках. Это вот такая вот местность, гора одноименная. Руководил этой экспедицией доктор исторических наук Виталий Иппанович Ларичев. Вообще вот эти поездки, они были начаты в 80-е годы и продолжаются до сих пор. Это замечательная практика. Елена Геннадьевна об этом написала в сборнике. Большое ей спасибо. И также мы сувениры вручаем вам. И хотелось бы в рамках поездки на сундуки еще упомянуть такой случай. Многие посещали этот объект, в том числе как-то раз приехал туда и Сергей Юрьевич Масликов вместе с космонавтом Гречко. Сергей Юрьевич сегодня здесь является нашим почетным гостем, сидит в первом ряду. И мы тоже хотим ему вручить подарки. Еще одна книга Сергея Юрьевича появилась в нашей коллекции. Ну, это его личные воспоминания о разных перепитиях судьбе разных людей и своих. Называется, можно название озвучивать, да? Можно говорить, тюремные записки астронома. Ну, очень интересная публикация. Будем читать долгими зимними вечерами. Спасибо вам большое. Когда мы говорим в большом новосибирском планетарии, то мы должны знать, что это его детище во многом. Спасибо. Ну, и хотелось бы упомянуть выпускников НИКАИ, которые пошли по военности здесь, стали офицерами вооруженных сил СССР или России. Значит, Демин Николай Сергеевич, выпуск специальности инженерной геодезии 68-го года. Он работал заместителем начальника службы контроля прицеливания и астронома геодезического обеспечения нашей 39-й ракетной Глуховской дивизии, которая находится под Пашино. Он, как видно из фотографии, почетный геодезист. Следующий человек — это Корнилов Владимир Васильевич. Первое его образование — это Ленинградское военно-топографическое училище, которое он окончил в 49-м году. А НИКАИК он оканчивал уже заочно в 70-м году. Владимир Васильевич, он работал потом и на военной кафедре нашего института, и работал на военной кафедре Новосибирского топографического техникума. Потом гражданским специалистом трудился в этом техникуме. 26 октября ему исполнилось 97 лет. Мы позвонили и поздравили нашего дорогого ветерана. Я думаю, тоже можно ему похлопать. Следующий человек, который упоминается в сборнике — Ким Эдуард Легьянович, выпуск инженерной геодезии 1973 года. Он служил в Средней Азии в 43-м топогеодезическом отряде. И, по-моему, даже работал главным инженером Ташкентской картофабрики. Волился в звании майор и сейчас продолжает трудиться с ГУГИТ в должности начальника гражданской обороны. Так же в сборнике имеется воспоминание Терещенко Евгения Владимировича, который увольнялся с должности начальника послужбы 41-й дивизии ПВО. Рассказывает о том, как он пытался закончить и Ленинградское топографическое училище, что этому помешало, как он вернулся в Нигаек, но все равно выбрал путь военного. Замечательно, что есть такие люди. И хотелось бы... Двигаем назад. Мы хотим вручить подарки нашим гостям. Большой дружный коллектив Терещенко. Устали? Показались? Следующий слайд. Хотелось бы немножко официально представить Ивана Ивановича Золотарева, руководителя Центра истории и культуры с ГУГИТ. Он окончил наш институт Нигаек в 1975 году по специальности инженерная геодезия. Учился в трехгодичной целевой аспирантуре «Снегаек» в Москве. В 1986 году защитил диссертацию и 20 лет заведовал кафедрой экономики и организации производства нашего института. Также сейчас он занимает должность председателя Совета ветеранов с ГУГИТ. И он огромные силы вложил в то, чтобы состоялся, во-первых, этот сборник, а во-вторых, чтобы состоялось сегодняшнее мероприятие. Поэтому предлагаю также похлопить Иван Иванович. Ну и сейчас мы продолжим повествование, но иногда Иван Иванович будет подключаться, потому что ему тоже есть о чем сказать. Я включаю микрофон. Двигаемся дальше. Значит, наш общий проект, с которого, собственно, начиналась история, это история одной фотографии. Иван Иванович, расскажите, как начиналась эта история? Дорогие друзья, вот история, она не кончается, она продолжается. Потому что вот сегодня, как и четыре года назад, с нами здесь наша, у меня, честное слово, у меня ком в горле, потому что, когда Ирина Леонидовна пришла первый раз в Центр Истории и Культуры, она говорит, я здесь ни разу не была, знаю, вот все, я пришла рассказать немного о своей семье и о своем папе, о своей маме. Потому что они закончили оба Ниегаек. Она картограф, а вот Сусанна, картограф Сусанна, как Сусанна отчество, Александровна. И вот интересно, что она принесла в тот раз вот эту замечательную фотографию, Ирина Леонидовна. На этой фотографии, в среднем ряду слева, ее папа, это Леонид Павлович. Замечательно. И когда она принесла фотографию, но это уже копия, сегодня она вновь подарила ее в новом виде, потому что записи обратной у нас не было. Это у нас порепанная фотография с рубчиками, все. И сразу я узнал одного человека, который в верхнем ряду справа. Это Лев Федорович Тарновский. Вот на той фотографии. Кроме того, некоторые, ну, он тоже оказался там, во фронте. И некоторые лица из этих, вот, изображенных на фотографии, тоже были, ну, как-то знакомы по каким-то документам. Но не все, не все. И вот благодаря этому посылу, что она принесла фотографию, занялись всерьез. И оказалось, что все эти воины, они не все оказались в топографических частях. Ты подробнее расскажешь о том, да? Но они все остались живы. Это такое чудо, что вот их призвали, остались одни девочки учиться. Но не все, кто был призван в этот призыв и попавшие в это училище, оказались на этой фотографии. Ну, наверное, кто-то там на кухне дежурил или что-то. О судьбе других Антон Викторович расскажет, конечно, поподробнее. Но сегодня мы с особой благодарностью поклонимся дорогой Ирине Леонидовне. Представьтесь, покажитесь, да, сюда. Мы встречаемся в районе храма Александра Невского. Она поет в хоре замечательно. Книги она перечитала уже на три раза обе. Спасибо вам огромное. Ну, во всяком случае, история семьи у них замечательная. Когда дедушка был, значит, старшиной в Ачинске ресторанного дела. Ну, это там просто удивительно. Книгу написал. Подарила нам серебряную ложку. Теперь мы не знаем, как отчитываться за серебро в нашем центре истории культуры. Замечательный значок. 50 лет ГУГК. Спасибо огромное. Мы будем продолжать нашу дружбу. Ну, и пожелания всего-всего самого доброго. С нее начался этот сборник. Вот в чем дело. Спасибо огромное. Вам маленький сувенир. Держите, держите. Аккуратно, он тяжелый. А книги у вас уже есть. Как говорится, что ему книгу дарить? Книга у него уже есть. Спасибо. Обязательно, обязательно. Спасибо. Мы подчиняемся. Мы подчиняемся. Товарищи, я надеюсь, вы нас поймете. У нас такая задумка, что дети героев этой фотографии, которые сегодня пришли, мы хотели бы сделать совместное фото. Поэтому просьба Ирине Леонидовне отставить пакет в сторону и выйти к нам еще раз. И мы всем детям, участникам этой фотографии, дарим отдельные снимки с их родными людьми. Ирине. Двигаемся, рассказываем про этих людей. Колодкин Леонид Павлович, он не окончил Нигаек, потому что в 1941 году старшекурсников Нигаек, которые были на четвертом курсе, их направили в Москву, в военно-инженерную академию имени Куйбышева. Там был геодезический факультет, потом академию эвакуировали из Москвы в город Фрунзе. И вот эта фотография, она была сделана уже в 1942 году в городе Фрунзе. Не всем удалось окончить и эту академию, потому что срочно нужны были специалисты на фронте, и они были направлены многие в артиллерийские части, потому что все-таки геодезисты, они в военном отношении ближе к геодезии, к артиллерии, извините. Но он вернулся потом в Новосибирск, и в 1947 году окончил Нигаек. И у него в дипломе так и написано, поступил в 1937, окончил в 1947. Представляете? Следующий герой нашей фотографии – это Тарновский Лев Федорович. Сегодня здесь присутствуют его дети, мы тоже хотим попросить выйти к нам. Мы также вручаем фотографию вам памятную. Хотим, чтобы вы присели к нам. Следующий участник общей фотографии курсантов – военно-инженерная академия имени Куйбышева – Есик Владимир Александрович. Он окончил Нигаек только в 1954 году. Он стал кадровым военным, то есть после войны он не снял погоны, а продолжил службу на должности начальника по службе корпуса, начальника по службе дивизии. И сегодня присутствует его сын в зале. Мы также просим его выйти к нам. Четвертый герой нашей фотографии – Якимов Георгий Александрович. Он также окончил институт уже после войны в 1947 году. И сегодня присутствует его дочь Елена Георгиевна. Мы просим ее выйти к нам. Товарищи, я предлагаю вам всем вместе сфотографироваться, держа в руках выданной фотографии. Вы не подумайте, что мы расшифровали только четверых. Фамилии всех участников этой фотографии известны, но мы не будем раскрывать все карты. Можно будет взять сборник и узнать, кто же все остальные были люди и как служилась их дальнейшая судьба. Да, важно, что все участники этой фотографии прошли все испытания и остались живы. Я не сказал, что Лев Федорович Тарновский работал потом на кафедре картографии Нигаек всю свою жизнь, вплоть до 90-х годов. И поэтому, конечно, Иван Иванович его сразу узнал на этой фотографии 42-го года. Кто-то, служа в артиллерийских частях, получил в годы войны ранение, это потом давало о себе знать в мирной жизни, но благо, что все они вернулись. К сожалению, есть и такие страницы в истории Нигаек, когда наши выпускники не вернулись из боя. Мы работаем в этом направлении и здесь представлены фотографии трех человек Герсименко и Сергея Петровича. Я не знаю, сегодня присутствует кто-то из его родственников, нет? Ага, просьба подойти к нам, пожалуйста. Хотели бы вручить сувенир, поблагодарить вас, что вы пришли. Мы помним вашего родственника, как нашего выпускника, первый выпуск 37-го года. Это первый выпуск астронома-геодезистов. И Аксентьев Иван Александрович, он тоже из первого выпуска 37-го года. Удалось установить, что он умер в 46-м году, но подробности неизвестны при каких обстоятельствах. А Зарянов Геннадий Семенович, выпускник нашего института 40-го года, он учился в аспирантуре у Буткевича. Мы очень хотели заниматься исследованиями астрономическими, но, к сожалению, его призвали в армию, оттуда он писал письма, и эти письма у нас сохранились. То есть это отдельная тема, которая будет дальше продолжена. Ну и хотелось бы возвратиться еще к друзьям-геодезистам из Новосибирского аэрогеодезического предприятия. Все они начинали в Омске, когда ни гайка еще не было. Про главаского Бориса Александровича сегодня было уже упомянуто. Он в школе учился вместе с Потаниным Сергеем Васильевичем. Вместе они учились в Сибирском институте организации территории. Но единственное, Потанину не дали защитить диплом в 1931 году, потому что его отец работал с 1911 по 1914 год в торговле. И по социальному положению ему не положено было защищать диплом. Но, тем не менее, это не помешало ему состояться как геодезисту. Он много лет работал на предприятии и заведовал курсами подготовки техников для предприятия, техников-геодезистов. И поэтому в народе эти курсы прозвали Потанинская академия. Кстати говоря, и предприятие тогда находилось в том здании на улице Потанинской. То есть тут все совпало. И также здесь на фотографии присутствует Напалков Всеволод Петрович. Он из первого выпуска астронома-геодезистов 1937 года. Он потомственный геодезист. Его отец был военным топографом еще царской армии. И его дочь закончила не гаек по специальности астронома-геодезия. И 30 лет на Новосибирском АГП проработала. К сожалению, она сегодня не смогла прийти. Но мы все равно рассказываем об этой замечательной династии геодезистов. Ну и хотелось бы попросить выйти Татьяну Борисовну Гловацкую. Дочь Бориса Александровича. Мы хотим также ей вручить сувениры. Наталья Сергеевна, я так понимаю, не пришла. Шла, да? Наталья Сергеевна, просьба также выйти к нам. Совместное фото сделаем. Наталья Сергеевна, тоже астроном-геодезист, которая много лет работала на Якутском аэрогазическом предприятии. Сергей Иванович Чудинов, выпускник 1937 года, специальности астронома-геодезия. Тоже человек удивительной судьбы. После выпуска его призвали в армию и отправили служить геодезиста в танковые части. И он участник боев у озера Хасан. После этого он вернулся и началась Великая Отечественная война. Его снова призвали в армию, но уже он служил геодезистом, заканчивал службу начальником топослужбы корпуса. Сегодня присутствует в зале его дочь Анна Сергеевна, большой друг нашего проекта. Просьба также выйти к нам, мы хотим вручить вам сувениры. И вручить фотографию вашего отца. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот пример служения институту, в котором учился и был в первом наборе, не Гаррика, еще в Омске, в САГЕ, и в первом выпуске. Был начальником предприятия. Ну, мне посчастливилось, Сергей Иванович, не будет знакомиться, а то он был уже руководителем курсов при восьмом предприятии. И, ну, с ним на одной из фотографий. Спасибо вам огромное. Также на фотографии присутствует Любилый Семен Деменович. Сегодня присутствует, будучи любовью Семеновну, нет? Ну, она не смогла, значит, прийти. Тимофеев Александр Николаевич, выпускник инженерной геодезии 71-го года, кандидат технических наук, подсчетный геодезист. Сегодня смог прийти, нет? Ну, я точно знаю, что сегодня здесь присутствует Губонин Петр Николаевич. Он выпускник инженерной геодезии 76-го года, преподает в Сепстрине. Он общался с профессором Агроскиным и написал воспоминания об этом в сборнике. Просьба выйти к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Буквально несколько слов о новосибирском топографическом техникуме. Он был основан в 1944 году на базе упомянутого мною топографического училища. В 2009 году он вошел в состав нашего университета, а в следующем году отметит 80 лет. Студенты техникума активные ребята, они участвуют во всех мероприятиях. Сегодня, по-моему, присутствуют представители техникума. Спасибо, что пришли. Мы хотим вручить сувениры их руководителю Елене Александровне. А Людмила Михайловна здесь, поэтому мы ей сувениры вручаем. Она заслуженный учитель Российской Федерации, Людмила Михайловна. Людмила Михайловна занимается работой теперь общественной больше, но она была и воспитателем, и прекрасным педагогом. Заслуженный учитель Российской Федерации. Есть еще заслуженные учителя? Нет, нет. Мы работаем вместе 25 лет. Да, 50 лет уже проработано. Да, и еще 25, и все будет нормально. Мы должны передать привет Алексею Маренко. Через вас Маренко. Все для меня посмотрят? Да. И директору. Обиденкова. Да, кстати, я не упомянул, Владимир Иванович Обиденко в этом году стал заслуженным работником геодезии картографии. Мы также похлопаем ему и поздравляем его с заслуженной наградой. Товарищи, наш обзор сборника подошел к концу. Хочется поблагодарить вас, что вы пришли на наше мероприятие. И сказать, что если кто-то хочет продолжения, то все в ваших руках. Вы можете оставить свои воспоминания, и мы выпустим третий том. Спасибо. Я попрошу авторов, которые здесь есть, вот книгу эту все-таки здесь фирменной ручкой подписать. То, что мы дарим замечательному отделу ценных и каких еще? И ветхих, и редких книг. И эти книги будут храниться рядом с книгами, с автографами очень великих людей. Спасибо огромное всем. Сейчас записывался с ответным словом выступить с кратким, с кратким. Владимир Абрамович, он дома немного опоздал, он дома записывал речь. Прошу, два слова. Дорогие друзья, я работаю преподавателем в УЗИ до настоящего момента. Фактически уже на следующий год исполняется 60 лет. И несмотря на то, что вся жизнь связана с ВУЗом, для меня вот эти оба тома были очень таким приятным событием. Я с удовольствием его читаю, перечитываю, узнаю для себя тоже много новое о тех людях, которые учились давно и закончили институт раньше. И вот показывали фотографии, тоже я многих здесь людей был знаком лично, включая начальника нашего предприятия 8-го, Сергея Ивановича Чудинова. Буквально, и Льва Федоровича Тарновского, который вел занятия в параллельных группах, всех знают. И большое спасибо организаторам, и Ивану Ивановичу Золотареву, и Антону Никонову за эту работу. Все. Спасибо. Товарищи, наша организация с ГУГИТ издает много полезной литературы. Это не редкий случай, что вот сборник воспоминаний опубликован. Есть воспоминания о саге Ниегаек СГГ с ГУГИТ, которые подготовил наш коллега Виктор Николаевич Клюшниченко. Здесь это было два года назад. Есть воспоминания попозже. Это история Ниегаек под редакцией Проварова. Геодезисты и выпускники о времени, об академии и о себе, кроме того, выпустили альбомы к 85-летию, к 90-летию. В 75-летию фотоальбом выпущен. Приходите в Центр Истории и Культуры родного института, университета и знакомьтесь с этим всем. У нас есть книга записи. Кто там захочет, напишет. Хранит многие интересные вещи наша библиотека. Мне хотелось бы от души поблагодарить наших дорогих сотрудников и Андрея Владимировича, и Татьяну Николаевну. Это наш ведущий библиотекарь, который готовит подобные представления. Ну и наш мир был бы не полон, если бы мы умолчали об одном. Но здесь, ну я тоже не видел слайд с собой, честно. Я бы иначе исправил там ошибки грамматические. Исправил бы Золотарев на Е, там точек Йо моей фамилии нет. Когда метрики выписывали, то была немецкая машинка, в которой не было букв Йо и кое-чего еще. Так вот, а сегодня здесь присутствует тот, кто нас всех объединил. Вот я учился когда-то с Виктором Никоновым, да, а он был старшиной моего взвода еще когда-то. И он также написал, но Антон почему-то умолчал, здесь очерк о своей службе. Здесь присутствует мой одногруппник Антон, встань за нами сзади. Геодезист, инженер, геодезист, выпускник 1975 года. И он работал от геодезиста до главного инженера спец-железобетонстроя. Спасибо тебе, Виктор, что вырастил у такого мальчика и за то, что ты участвовал в нашей работе. Товарищи. Ну, поступило предложение от Антона, что пора завершать. Но, честное слово, не хочется расходиться в нашей теплой компании. Поэтому два момента. Первое. Сейчас можно посмотреть выставку фотографий, выставку фотографий там. Знакомых лиц там мало, но они есть. В частности, вот одна из фотографий, которые мы оттуда изъяли, это за теодолитом работает Виктор Романович Ященко, наш выпускник, который написал более 30 книг. К сожалению, год назад его не стало. Он работал и начальником двух аэрогеодезических предприятий, и начальником главного управления геодези-картографии почти при закате. И вот здесь он изображен за теодолитом ТТ-50, который здесь у нас находится. Особенно студентам можно этот раритет потрогать, а вас тут заглянуть в него, сфотографироваться с прибором. Дальше. Есть еще одна интересная фотография. На ней Григорий Федосеев у костра, с начальником главного управления геодези-картографии Барановым, и книга Федосеева, где есть слова о Кареве, о котором мы уже говорили. Кроме того, здесь посмотрим, и когда будем готовы здесь отправиться на выставку, которую подготовил отдел ценных и редких книг, как и написано во флоерочке. Там старинные книги, карты и информация о землемерии. Выставка небольшая, но очень увлекательная. Ну вот студенты ушли, прямо не знаем, нам всем, значит, там хватит пирожков и пирожных с тем, чтобы после этого на несколько минут вокруг стола пообщаться, попить, выпить по чашке кофе и чая. Принимается? Ура! Я хочу выразить огромную благодарность организаторам этой областной научной библиотеки и составителю Антону Викторовичу Никонову. Аплодисменты!